действительно за последние годы друзья очень много наболело и я вижу здесь людей которые вот вижу как все болеют за наш город прям чувствую вот и хотелось поделиться вот всем чтобы по крайней мере на моих глазах произошло в последние годы происходит сейчас вот и хотя я сам не не архитектор вот да но как гражданин бюргер мещанин этого города да как историк любитель и инженер для меня конечно все это очень больно смотреть на то что происходит вокруг и поэтому мы вот с руководством библиотеки имени лермонтова решили устроить сегодня эту встречу я хотела поделиться зданиями до которые мы уже потеряли или вот-вот потеряем если все останется так как есть поэтому тема которая сегодня звучит она так и звучит неоцененные ценности друзья и я хотела показать несколько зданий архитектуры ленинграда именно периода вот советского ленинградского 1930-х 1900 ну 90-х годов сильной натяжки хотя таких поздних память у нас практически не будет лекцию эту мы задумали изначально тоже с большим энтузиастом историком страстным любителем советской архитектуры кирилла владимирович яковлевым вот с которым нас связывает десятилетняя уже дружба сотрудничество объехали очень много памятников в общем-то в основном ленинградской области новгородской области сняли даже серию фильмов об утерянных храмах и усадьбах ленинградской области которые так и называется следствие ведут архитекторы эта серия таких публицистических скажем так детективов архитектурных да о расследовании обстоятельств гибели исчезновения вот или утраты автора десяти памятников ленинградской области вы можете их посмотреть в так сказать на яндексе до найдя вот этот сериал 10 серийный но сегодня тема конечно более драгматическая потому что ленинградской области это одно а то что происходит в нашем родном городе буквально последний сюжет я снял буквально вчера то есть последнее здание которое сегодня хочу показать его сносили вчера и возможно даже еще не снесли и но первым да друзья первым конечно же хотелось начать с с памятников который покинул нас очень давно уже это здание которое было снесено 2001 году многие его помнят она украшала немножко заходя за красную линию так называемую седьмую линию васильевского острова если помните кто тогда жил еще то в 1914 году там архитектор миннош построил вот такой небольшой камерный неоклассический кинотеатр это как раз вот предреволюционные такие конвульсии яркого неоклассицизма до белогруд вспомните вот эту концовку большого проспекта петроград страны где вас сплошь встречают вот эти мощнейшие палаца да из них красивейшее здание гольштейна белогруда и другие такой яркий модерн на лебединая песня такого русского неоклассицизма перед революцией и вот очевидно вот движимые этими идеалами миннош строит очень небольшой такой кинотеатрик который в 50 если ошибаюсь в пятьдесят третьем году архитектор ими груздева и чуйко чайко был серьезно как вы видите да не узнаваем стиль конструирован хотя я остался в неких формах вот уже такого свежего сталинского достаточно такого легкого неоклассицизма и я думаю многие кто здесь сидят были в этом кинотеатре смада вот я слышу смотрели любимые фильмы 80-х 90-х годов вот рыбки вот очень красивые в общем-то такой камерный классический вестибюль очень чистый свежий то есть здесь вот есть какой-то был извините был греческий такой масштаб до которую лишены многие сталинские крупные до пафосные здания вот здесь вот было все вот на греческий манер так демократично и отсчитано как-то от масштаба человек вот то что во многом было типично для архитектуры именно древней греции во многом немножко потерялась уже в имперские римские более поздние реинкарнации до классицизма поэтому вот очень жаль конечно было потерять это здание но она ну осталось видите наверно вот в сердцах многих сейчас там построен какой-то жилой дом надеюсь люди будут там счастливы на этих обловках вот вот венецианская штукатурочка то есть все было сделано так с душой и в эпоху и сохранялась до последних лет в очень таком приличном достойном виде но это конечно не все да еще и продолжая тему кинотеатров вот мой близкий друг павел сергеевич кулаков художник в общем декоратор пережил тоже потерю своего детского друга это кинотеатр зенит и вот сейчас буквально в субботу виноват сейчас во вторник виноват четверг в четверг был митинг вот прямо на месте снесенного кинотеатра зенит построить или не строить там новейший жилой комплекс по моему который в 2006 году вы только вдумайтесь те кто не помнит напомню это место это улица гастелло зале небольшим парком сотству метров 50 70 от красной линии вас встречает вот такое ну встречала когда-то такое достаточно правда минималистичное до здание построено было в 1962 году то есть такой по терминологии разных историков кто-то называет это уже советский модернизм кто-то неоконструктивизм в любом случае такие аскетичные формы типичны для 60-х годов и вот буквально 2006 году предлагалось построить там друзья здание высотой если ошибаюсь 120 метров то есть практически небоскреб на месте камерного здания там высотой около 20 метров что безусловно друзья вспомните какие бриллианты до окружают справа значит дорожный замок екатерины 2 до за ним чесминская церковь если помните да то есть все такой вот память и романтизм который до нас дожили вот вот на этой фотокарте очень хорошо видит видно да и в сайте даже зенит давит да вот с определенных стоит точек давит собой до своей массы а что было бы если здесь встала вот такая безумная . модернистская такая хай-тек и сейчас речь идет о том чтобы это было где-то 10-12 этажей такой вот эклектичные жирненький такой такая архитектура более вроде как интегрированная но она конечно никогда здесь своей читаться не будет поскольку здесь определенное обрамление вот я очень много проводил здесь времени в силу дружбы там и прогулок и вот этот район он очень такой средовой да то есть вот этот неоклассицизм вот эти казалось бы мрачные грубые на первый взгляд дома позднего такого сталинизма решенные из крупных блоков вот такая переходная если помните курсивная схема вот еще кирпича к панелям уже хрущевским но вот она формирует тем не менее очень камерный такой и успокаивающий ландшафт сейчас здесь здание нет сейчас здесь очень спокойно чисто открывается прекрасный вид на вот этот памятник екатерининской ну вот что будет дальше тоже решать вам потому что все зависит от активности конечно людей будет ли это здание здесь построена сейчас уже там обнесен забор и вот людей которые помнят это здание они конечно его вспоминает ну понимаете мне кажется какой бы архитектура не было она есть не бывает вот на мой взгляд вы можете со мной не согласиться не бывает архитектуры там устаревший там да там современный который дала сменить архитектура можно к ней относить так если рассматривать как продукт потребления да как одежду и пищу там транспорта но архитектура все-таки она есть и остается искусство да если это искусство то и моё мнение может быть она субъективное у вас свое но к ней нужно относиться к по крайней мере не только с уважением но и с какой-то оглядкой и 10 тысяч раз вообще подумать стоит ли одно заменять вообще на другое и нужно ли она людям не с мещанской там на точке зрения наживы да а с точки зрения глобального в общем человеческого такого взгляда гуманистического и вот к сожалению это всегда на самом последнем месте и мы сейчас в этом еще еще будем убеждаться друзья несколько лет назад нас всех потрясла еще одна опасность которую угла угрожала фактически уже шедевру не просто там советской архитектуры инженерной мысли но шабловская башню действительно была на грани утраты не только в точке зрения того что она действительно никогда по-настоящему не реставрироваться накрасилась сайте зданию 100 лет вот следующем году до 1921 год в сооружению она фактически капитально никогда не перебиралась хотя является колоссально до к с точки зрения коррозии неустойчивым сооружением и с огромной поверхностью конструкций и подвергаемой огромной агрессии до достаточно кислых отравленных свинцом серый выхлопными газами до центра москвы и под предлогом этого друзья в четырнадцатом году вот у всех у вас на глазах пять лет назад значит возникла ошеломительная идея демонтировать ша шабловскую радиобашню с ее исторического места возведена еще шуховым да и под предлогом и якобы капитального ремонта перенести ну на окраину москвы да то есть то есть отремонтировать с огромным уважением и воздав это должен уважение перенести с исторического места но куда-то там за третье транспортное кольцо а на этом месте построить великолепный элитный жилой комплекс чтобы как бы не тратить место на папа на раз ну вот всем стало очевидно вот всем любому человеку даже юридическим подковну что это я совершеннейший предлог чтобы освободить просто жирный дорогостоящий участок да и совершенно пренебрегая вообще всеми этическими до историческими какими-либо взглядами на ценность нашей родины и вот эти что спасло невероятно то есть спасло не только там участие вас граждан россии граждан москвы спасло огромная реакция архитектурной общественности запада в том числе то есть письма владимир владимирович направляли все ведущие известные архитекторы в основном деятели инженерной архитектуры до инженерной мысли еще живые хотя и пожилые да и вот конечно же внук друзья внук шухова до живой прекрасный мужчина который сейчас валяет фонд фонд шухова занимается защитой памятников сохранившийся паника инженерной мысли по всей стране да вот ну вот с ним во главе был собран в союзе архитекторов это был март 14 года журнал проебался организовал большой круглый стол с инженерами историками и во главе конечно же внуком директором фонда шухова чтобы ну как-то вообще говоря поделиться впечатлениями как это вообще нормально вот и вот самое поразительное ну в хорошем смысле слова что башню как-то удалось отстоять да тут предыстория такова что как сказать конструкция это было ну сохранена на историческом месте но к сожалению усилена быстро достаточно грубо она была протезирована колоссальными совершенно конструкциями вот сейчас я вам покажу фотографии свежайшие сняты в июле прошлого года вот новее я к сожалению ее не фотографировал чем вот мы туда ездили с большой немецкой делегации из разных городов германии профессора с разных вузов приехали я водил экскурсию по москве на немецком языке и вот первое конечно что их очень интересовало и обстоятельства чудовищно вообще до исказив практически весь конструктивный смысл то есть практически это чучело да потому что ее работа как геометрическая жесткость до за счет вот этой цилиндрической геометрической жесткости оболочки двоякой кривизны до гиперболического параболоида весь этот смысл понятно что он утрачет то и сейчас это некий ну памятник да но это больше не сооружение которое работает так как она задумана да и к сожалению вот этот тот факт вот много много до цента профессора молодежь студенты все приехали среди прочего 1 конечно интересовал этот пай надо сказать друзья что немножко давайте вернемся наверно многим интересно на как тяжелый тяжелым каким был путь реализации этого объекта дело в том что вы прекрасно знаете что первым проектом который дал дорогу вообще оболочкам двояк круизные шухова в жизнь был небольшая достаточно конструкция там длиной высотой метров 20 24 метра водонапорной башни она была построена друзья в 1896 году в на на территории выставки народного хозяйства в нижнем новгороде это была вот всероссийская выставка до технических достижений науки техники россии тех лет и вот среди прочих экспонатов мы видели увидим еще на старых фотокартах эту башню вот 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 это оригинальный снимок сделаны еще в те годы на той техникой и вот это та оригинальная башня она была друзья сложнее и не столь рискованной как более поздняя шаблска бар дело в том что у нее был центральный сердечник то есть стальной стержень который одновременно являлся как бы ядром жесткости и основы опор для консольной винтовой лестнице но и смысл самой конструкции был другим да то есть сжатие 8 сердечником а вот это вот оболочка вот это она работала для восприятия уже изгибающего момента ветровых нагруз ну и конечно в сжатой зоне тоже помогал да но сердечник был вот и что делает шухов он предлагает сейчас я не ошибусь по 19 году девятнадцатом году друзья он делает оригинальный проект шабловской башни высотой 350 метров 350 нет он предлагает значит конструкцию из 7 секций высотой 50 метров и на тот момент это сооружение было самым высоким в мире то есть если вы помните высота эйфелева башня ориентировочно 300 19 320 там с кепкой метров да ну вот амбиции инженера шухова они конечно были правильные до побить рекорд парижа и поставить новый рекорда но друзья но рекорд был не в высоте рекорд был в том насколько шухов продемонстрировал в цифрах эффективность своих конструкций дело в том что если помните ну читали там или в книжках видали то вес суммарный объем металлоконструкции эйфелева башни до составлял 8000 тонн 8000 тонн пошло на эйфелеву башню в париже в 1889 году да так вот суммарный вес конструкции про проекту шухова по первоначальную проекту высотой 30 метр составил всего 2200 тонн то есть шуховская конструкция была почти в четыре раза легче да вы понимаете и вот здесь мы по ним видим философски принципиальную разницу да то есть прорыв да то есть этом это абсолютный технический прорыв и он был сделан в россии друзья а теперь поговорим о последствиях да насколько вот этот памятник оказал огромное влияние на несколько поколений инженеров то во первых фра и отто в 1951 году то есть спустя 30 лет после шуховской башни сожалению сам шуха владимир глигорь скончался в тридцать девятом году он даже не дожил до войны ты ходу сайте как и дети распространяются до никому неизвестный молодой инженер фрай от тогда после долгой службы всю войну он прошел летчиком он пишет по моему в пятьдесят втором году в сша первую свою диссертацию история диссертацию она так и называлась перед по моему очень просто то ли легкая конструкция то ли преднапряженная конструкция и вот в его основу его работы которая была принята потрясающе имел и успех в научной среде до легли вообще разработки им владимир григорьевич то лишь разницы что владимир григорьевич в основном использовал их для возведения вертикально ориентированных сооружений до их было масса это и линии электропередач и радио башни позднее она работала как теле башни а вот-то приспособил ее к сожалению нет фотокарты немножко отклонился от темы до к большепролетным конструкциях и вся немецкая школа легких конструкций да это штутгарт это технический университет сейчас фаинген до институт легких концов по-немецки и лег она суть друзья это четыре поколения уже инженеров с войны там прошло я был в этом университете общался там с инженерами 4 третьего и четвертого поколения им тоже уже по 57 лет так вот все это друзья изначально основана на уникальной идеи да вот этой идее что два стержня тончайшие да они стабилизированы находясь в разной плоскости и взаимно как бы дополняют да гарантируют существование друг друга вот только взаимное да вот это вот уникальная идея шухова она породила всю фактические школу немецкую легких конструкций да в америке до fuller друзья fuller fuller до ричард буквинс fuller любите знаете конечно уважаете вот то же самое да почти спившись 37 лет потеряв дочь семью он тихонечку ставится на работу начинает работать сначала лаборантом потом преподавателем да и потихонечку начинает и стержней составлять какие-то системы до свои и тот же да тоже принцип и понятие синергии предложено fuller до философское понятие написано 28 книг да это один из крупнейших философ области социальных наук до общественных наук экономики то все эти принципы fuller уже понес в разные области знания да и в основу положил один принц принцип структурного взаимодействия до в обществе в экономике и так далее поэтому вы видите какие к норман фостер ученик буквинстера fuller да вы понимаете да насколько это идет и его нью-йоркский последний лондонский небоскреб нью-йорке здание какой мари клэр ну девушки знают где там журнал все эти женские но все вот там и вот это все друзья все все это идет оттуда пойти вот вот это люди не понимают вот люди которые предлагают что-то починить перенести они понимают с какими сокровищами они имеют дело да они не осознают вообще где они находятся они находятся вообще в центре мировой инженерной мысли имеют дело с произведениями одним из наиболее влиятельных произведений не только архитектуры но инженерной мысли 20 века окажется что это груда ржавого металла и хлама который может заменить на другой перевести в другое место да и все будут хороши похвалят дадут премии и напишут газету для вот это вот непонимание первичности первостепенности до оригинальности вот этой материи вот которая должна остаться именно той да потому что шухов ведь он же его же его же расстрелять должны были уже его же должны были расстрелять потому что в двадцать первом году в январе у него четвертая секция она сорвалась он ведь как он их монтировал большую и внутри собирал маленькие и вытягивал их на следующий наследие вот него четвертая упала повредила третью вторую мороз после гражданская война все в разрухе денег нет а он брал и подряды платил рабочим он все убралась от она не было там инженер остальное делайте что хотите я пошел домой человек брал все подряд то есть на нем держалась вся пищевая цепь этого проекта да то есть один сбой человеческий фактор и все так вот уже был подписан уже приказ но когда двадцать втором году началось радиовещание шухова помиловали потому что все заработало как он обещал поэтому это вообще колоссальная вещь и с ней конечно надо бережно очень я надеюсь мы должны с вами друзья требую все вместе писать требовать чтобы в будущем это здание аккуратно отреставрировали на старичь месте убрали вот эти протез то что эти протезы да это говорит о том что тот то это делал и усилял но он он даже не хотел сохранить хотя бы какую-то аутентичный вид да он просто превратил это в такое вот чудовище нате вам усилили так чтобы стояло сто лет для ну достаточно впереди еще пять вообще говоря уникальных шедевров и один из них с ним я буквально столкнулся в шестнадцатом году взять это и не менее значимый для россии да для ленинграда запишите пожалуйста левашовский хлебозавод друзья это потрясающий шедевр не только советского авангарда конструктивизма это безусловно это художественные там категории оставим это там искусствоведом вот для это шедевр инженерный изобретательской русской мысли уникальный дело в том что левашов хлебозавод сейчас существует вот его еще не до конца разрушили он находится на между левашовским проспектом и улица большая лизе ленина вот в этом клинышке и малой девочкой и метро чкаловская и вот этот памятник я познакомился с историком болеющим за это памятник алиной золяева она защищала его и защищает и вот она мне показала этот панги мы с ней сняли серию из трех фильмов друзья вот сейчас чуть позже я хотел бы если есть звук а у нас есть звук да у нас есть звук будем надеяться что есть звук ну вот я сейчас мы посмотрим посмотрим эти фильмы но давайте чтобы вы осознавали что мы увидим я немножко сначала расскажу дело в том что левашовский хлебозавод часто упоминают даже не в связи с архитектором которого построил до его упоминают именно связи с инженером и технологом который разработал уникальную кольцевую спиральную технологию непрерывной выпечки хлеба в которой участвовал буквально несколько человек то есть тонны и тонны десятки тон хлеба выпекались под контролем даст неустанным круглосуточным да вот что важно до круглосуществом три смены контролем всего около десяти человек который следить от затворения муки до водой замеса теста от формовки до значит паре режиму времени до правильному поступлению заготовок в печь до до затаривания уже готовых буханок продукции все это происходило непрерывным спиральным образом это совершенно уникальное чисто механическое изобретение вот как можно видеть там сейчас в эрмитаже до выставлены вот художников медьков да вот эти вот машины все устройства вот вот ну вот здесь чистая механика но не на благо там чудо да а действительно на благо людей таких заводов было несколько друзья вот этот завод по одной был номер 11 по другой номер пять по разной терминологии на мировую разную рацию но он друзья по значит фактам и записям в блокаду друзья спас 20 процентов людей то есть он выпекал одну пятую хлеба ленинграда сайте до один заводик вроде небольшой колоссальная совершенно производительность труда вот и совершенно колоссальный подвиг людей и что произошло друзья вот вам будет интересно ну как всегда произошло то что у нас происходит до 12 по другим данным 14 года в этом здании продолжал функционировать завод дарница до по-прежнему производящий хлеб и вот в и параллельно ведь что ценно здесь друзья здесь ценно не только безусловно архитектура стены родные родной камень да было ценно оборудование и вот определенные чем большая часть большая часть оборудования до 12 14 года сохранялась и продолжала свою работу то есть она была задействована переделки какие-то там доработки современные да но так или иначе вот эта линия работала да и что произошло потом когда вот этот участок был освобожден под застройку жилым комплексом элитным все это что решили до сохраним памятник архитектура что является парень стены окна до внешний вид свет да а что там внутри что там за хлам все завод дарница переехал куда-то в колпино и что происходит продал вливается в одной из капитальных стен огромная дыра и вот это оборудование друзья газом вырезают просто как ампутируют да и выбрасывают вниз да она с пятого этажа разбивается его вывозят как металл он сейчас от друзья это чучело то есть это раньше это был живой организм до функционировавший как полноценное сооружение как памятник не только артиту но инженером быстро сейчас это пустая оболочка да просто пуст под предлогом того что вот давайте для молодежи сделаем интерактивный музей включим экраны вот лет телевизоры мы обещаем повесить и на них будем показывать фильмы как пекли хлеб войну давайте давайте все а все остальное мы просто выкинем и вырежем чего это же не архитектура что там железо ржавое какое-то для вот это и конечно просто кровью ничего уже не изменить все уже уничтожено сейчас да вот но для эти вещи продолжаются каждый год каждый год вот я посмотрите что происходит дальше завод был вот таким вот у меня был данный вот где-то полгода назад его отрезали сейчас это вот такой ампутант под предлогом того что историческая часть вот это а это какие-то поздние пристройки там 50-х годов какие-то сараи не носящие никакого исторического уже там колорита и так далее вот вот это вот совершенно редкий потому что войти сейчас не снять даже территорию я не знаю что там сейчас и вот я успел буквально до демонтажа попасть туда в январе по моему сейчас могу соврать 18 года то сейчас 9 до где-то год назад до год назад в январе вот удалось снять вот эти уникальные кадры вот это еще не ампутированные вот этот корпус понимаете там была композиция вот это вот горизонталь уравновешивать от цилиндр вот этот останов который вот это вращение подчеркну вот это все понимаете потерянные убиты сейчас уничтожено очень мало фото карточек вот давайте все таки не будем тратить время сейчас не посмотрим фильм надеемся что звук давайте я сразу сделаю звук но вот тут мы не знаем как есть ли звук вообще у нас добрый день друзья мы с вами оказались центре петроградской стороны сегодня мы посмотрим уникальный шедевр архитектуры советского конструктивизма здание это имеет достаточно большую историю именно благодаря биографии инженера создавшего целый тип можно сказать сооружений конструкций двадцатых тридцатых годах двадцатого века речь идет об инженере георгий петровича марсакове он родился в 1886 году и закончил томский университет он был инженером и уже в двадцатых годах после гражданской войны возникает идея создания кольцевых автоматических автоматических хлебозаводов первый такой хлебозавод был запущен в апреле 1931 года в москве это хлебозавод номер пять имени зотова этот завод давал сутки 250 тонн хлеба спустя всего два года в апреле 33 года запускается сразу два хлебозавода гиганта производительства до 300 тонн хлеба инженерная мысль и сама идея автоматического хлебопечения полного цикла в котором человек и его руки практически не прикасались к тесту а весь процесс шел за счет синхронизированной системы конвейера принадлежала русскому и советскому инженеру георгию петровичу марсакову и перед нами шедевр архитектуры советского авангарда функционализма во многом это так называемый левашовский хлебозавод номер два или по другой классификации номер одиннадцать давайте немножко пройдемся и посмотрим это сооружение в движении здание это друзья вообще сама идея разобакал еще в двадцатые годы здание это построено и запущено по некоторым данным в ноябре тридцать третьего года здание представляет собой по объемной пространственной композиции она напоминает собой первые ранние хлебозаводы зотова в москве это круглый массивный цилиндрический многоэтажный конвейер в центре которого спрагался лифт для смены действий так сказать и различные складские административные остывочные склады и так далее склады сырье у композиции композиции друзья чисто супрематическая можно сказать что она вдохновлена супрематизмами и архитектурными казимира малевича и ее архитектура во многом родилась благодаря продуманной функции то есть этот именно тот случай когда архитектура функционализма прекрасно сама по себе без каких-либо украшательств и дополнений уникальность этого сооружения друзья и в том что это одно из первых также здание из монолитного железобетона такого огромного масштаба здание имеет вытянутый план и композиция ярко выраженная динамическая горизонталь друзья и встроенные пристроены друг другу цилиндры пониженная часть здания котельной было насколько мне известно если я не ошибаюсь пристроена несколько позже но в архитектуре друзья это чистый конструктивизм и вот здесь вот мы видим все черты архитектуры советского ангарда это ленточное остекление до которое стало возможно благодаря по сути навесной стены да это уравновешенная композиция горизонтальных и вертикальных лент это так называемые по композиции как говорят искусствоведы останов вертикальная композиционно уравновешивающая горизонтали личная клетка которая как бы останавливает движение вот этих цилиндрических по разному удаленных линий основного главного цилиндра также друзья композицию уравновешивает большая кирпичная труба котельной как бы линия можно сказать да среди всех вот этих чистых пифагорейских форм архитектурной композиции ну что ж друзья давайте подойдем зданию с другого ракурса и поговорим о его дальнейшей и новейшей истории добрый день друзья мы с вами продолжаем наше путешествие по левашовскому хлебозаводу надо сказать что в годы блокады он сыграл огромную роль в спасении ленинграда на территории хлебозавода производилась до 20 процентов всего хлеба который пекся страшные благодные дни в ленинграде здесь мы видим основной конвейерный круглый цех с радиальной системой монолитных конструкций вертикальную композицию довершает личная клетка рядом едва видно позже была пристроена цилиндрическая котельная она лучше видна улице зеленина конечно же на территории завода в годы блокады было место и подвигу запомнился один случай который произошел с механиком смены николаем антоновичем лобода в один прекрасный день заклинила всю конвейерную линию идея же с тестом и не проходили в печи это грозило потерей суточной дозы хлеба в связи с остановкой конвейера и полным уничтожением тысячи тысяч буханных хлеба которые были так нужны людям что сделал этот великий человек он набросил на себя 2 2 спецовки полил себя водой и сам разбив кирпичную стену ломом вместе где она была тонкой и ближе всего к моменту сцепления звеньев конвейера ринулся в пламя с первого раза ему расцепить их не удалось он вылез уже опаленный потребовал еще воды и со второго раза ему удалось расцепить конвейер через этот подвиг запомнился работникам хлебозавода его помнят до сих пор и через некоторое время за свой свой поступок он был награжден орденом трудового красного знамени друзья надо сказать о том что произошло позднее в последние в 90-е годы хлебозавода работал по своему основному назначению здесь был завод дарница и до 2000-х годов на его территории еще сохранялась конвейерная линия от первых производственных единиц работы марсакова до более новых элементов конвейера 50-х годов к сожалению сегодня все это не сохранилось что с ним произошло дальше мы увидим в следующей части до новых встреч добрый день друзья мы продолжаем наше трагическое путешествие вокруг стен левашовского хлебозавода вспомним его новейшую историю до 2012 года в этом здании по-прежнему располагался хлебозавод дарница который производил хлеб на оборудовании частично сохранившимся еще от инженера марсаковой частично измененным то есть мы могли видеть тогда оригинальное уникальное изобретение инженера георгия петровича марсакова однако в двенадцатом году в связи с переездом в стены нового здания здание стало пустовать и простояла в таком виде около четырех лет полтора года назад было решено принято решение переоборудовать здание фактически сделать полную его перепланировку и приспособить для коммерческих нужд и связи с этим было варварски демонтировано все историческое конвейерное оборудование по сути памятник эпохи до инженерный шедевр марсакова в одной из стен с пятого этажа варварски отрезая уникальные механизмы конвейера оборудование просто выбрасывали на улицу вниз после чего его разрезали издали на металлолом сегодня друзья здание пустует и мы можем видеть уникальный монолитный каркас мы видим что сохранились только некоторые антресоли перила но уникальный конвейер двигающийся по периметру безвозвратно утрачен что ждет здание впереди друзья буквально недавно в кга был согласован проект архитектурный проект уплотнительные застройки всего микрорайона все это было бы ничего но данный проект предполагает не только демонтаж вновь возведенных сооружений но и отрезание опять-таки демонтаж исторической части длинного складского корпуса и по сути безвозвратная утрата к архитектурной композиции давайте посмотрим на конструкцию к основному цилиндрическому конвейеру да о первоначальные задумки пристыкован длинный дополняющий композицию корпус и пищу так видите двухэтажная частично он одноэтажный однако друзья без него конечно же это сооружение не будет тем тем чем оно было до сих пор поэтому сейчас смотрите какое великолепное вытянутое здание это стены именно 30-х годов которые сегодня приспособлены для коммерческих нужд приблизительно вот или вот этому шву корпуса и поэтому предполагается демонтаж сооружения с целью построить здесь новые живые дома поэтому в наших силах друзья попытаться сохранить это наследие советской архитектуры попытаться спасти памятник от дальнейшего разрушения и так друзья это была краткая трагическая история левашовского хлеба завода до новых встреч друзья ну вот такой неутешительный этюд действительно как раз прошлом году был юбилей 85 лет и вот на этот юбилей нам сделали подарок и отрезали половину здания ну жизнь продолжается до что то я еще у меня какой-то проскочил еще новейшая мыслишка что-то что-то сейчас немножко потерялась потерял ниточку ниточку но вспомню скажу потом уже связанную с послесловиями с тем что тут случилось потом я еще один памятник который по разным версиям может быть снесен ближайшее время или же снос уже от еще отложен но тем не менее связи со строительством нового как вы знаете аэропорта паука в 2 до также на мой взгляд это один из шедевров советской архитектуры александр владимир жук 1973 год знаменитый вот этот основной терминал памятник и модернизма советского и такого вот в общем то такая полетная на мой взгляд горизонтальная мощная очень динамичная архитектура вот сейчас я нашел свежайшие фотокарточки причем сентябрьские была какая-то экскурсия какой-то тоже группы там в контакте каких-то поклонников это аэропорта все туда десантировались им разрешили там погулять вот видите то как сейчас выглядит в чем я впервые друзья побывал 2000 году был там это абсолютно был белый зал отделный идеально отточенным белым белыми плитами мрамора то есть это вот вся вот эта архитектура который сейчас выглядит сожалению лишенная вот этой отделки этого лоска пережившие вот это отвратительную ларечную перепланировку нулевых тогда представала еще в идеальном оригинальном виде ничего не было чистый пустой зал идеальный до легкие скамеечки вот это пространство воздух масштаб вот этот полет и вот этот праздник вот это ощущение праздника она была колоссальна до архитектуре уже тогда было почти сколько 30-40 лет но она воспринималась и я интересовался уже давно ультра советую но вот впечатление абсолютно полетная да то есть не не стареющие вот такой вот за счет смотрите использования в том числе и очень интересных конструкций то здесь видите вот эта система мощнейших балочных ростверков освобожденная вот перевязаны ведь и фермы с тем даже не балок а перекрестных ферм камень с балками до которые освобождали вот эти фонари и опять-таки шуху посадить какая идейка до центральный сердечник и вокруг легкая вот такая вот натянутая оболочка то есть это опять-таки да то есть это маленький код шифр шухова да такое послание через еще 50 лет после шаблской башки поэтому вот видите преемственность вот это пусть в каких-то мелочах но школа она вечно она нетленно вот это вот и она передается как бы из уст уста и сейчас какое-то затишье вокруг этого память вот это еще вроде ничего не это вот эти вот ларьки 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 и они полностью убили все вот пойти вот то что было в 2000 это что они построили якобы с приспособив его под евро нормы там формально отчитавшись там по каким-то параметрам безопасности да но архитектура вот как искусство то есть можно сказать что получает что выводы какие что современная жизнь она несовместима да с вот с красивой архитектурой вот на этом примере и кстати на примере многих других сооружений которые будучи возведенными в до цифровую да вот в эту до еще до кибернетическую эпоху до в эпоху когда не было ни этого терроризма да не вот этих электронных средств пропуска и как следствие вот эта опутанность нас вот этими проводами да вот она убивает вообще классическую красоту вот выводы примитивные но к сожалению вот такие вот иначе это не объяснить вот поэтому друзья тоже я прошу вас взять на контроль следить смотреть что там происходит и нужно сразу же туда выдвигаться ну вот наверное в конце у нас будет все таки наверное хорошая концовочка да я все таки вам приготовил хэппи энд потому не всегда все так плохо но вот александр брюлов вот тоже очень видны исследователи советской архитектуры член союза архитекторов завтра наверно будет выступать за ним приходите завтра в 19 часов союзе архитекторов будет встреча секции реставрации из охраны памятников и будут обсуждаться память которые предлагают сейчас геопу чтобы включить их в реестр и список памятников архитектуры и сохранить их будущем в том числе деревянные церкви и ряд других сооружений приходите завтра в семь часов на большую морскую 52 вот и следующий наш сегодняшний герой мы о нем сейчас посмотрим также три фильма друзья прямо с полей прямо с митингов самые горячие видео и вот немножко забегая вперед да конечно же вы знаете это сооружение да кто в детстве там не гулял не резвился не катался на велосипеде вокруг него колоссальная вещь да и опять таки друзья это не только архитектуры это опять инженерная уникальная мыс здание построен на первый взгляд в общем так серии спортивных мероприятий приуроченных естественно к олимпийским играм восьмидесятого года она по одним данным сдано в семьдесят восьмом то другим семьдесят девятом году вот архитектор баранов вот гла инженерная конструкторская группа ленинградского зонально зонального института экспериментального проектирования который располагался неподалеку на визивском сайте проспекте вот недавно еще и сейчас его там почти уже весь как-то захватили там тоже чудовищные какие-то криминалитет но эта тема отдельный разговор но важно другое важно что вот это сооружение в начале восьмидесятых годов друзья нигде нибудь там не в урюпинске не в ухте не в сыктывкаре в париже получает гран-при за инженерное решение да а какое там инженерное решение друзья это конструкция покрытия решена как листовая по сути под сваренная по корабельной технологии встык рулонно-листовая кровля виде тончайшие оболочки то есть однопоясной висящей системы толщиной всего 6 миллиметров я вас думайте диаметр 160 метров перекрыт тончайшей оболочкой 6 миллиметров да и это конечно не могло не удивить даже европейцев искушенных там и центр помпиду только что построили да то есть там сумасшедшие совершенно вещи в европе творились революционный но тем не менее усать насколько эта вещь опережала свое время да и что происходит вот стать я нашел такой памятный билет смотрите на какой-то рок-концерт восемьдесят девятого года уникальный кто-то видимо выступал с эти 10 дней подряд это рок-звезда так вот но интересно что задумка его построить она в общем-то была заложена еще генеральными планами смотрите сорок шестого года то есть он был может сказать реализован спустя 30 лет до после того как он был уже задуман вот это вот генеральный план друзья 1946 года то есть от первоначальный план парка победы который но по общим данным был сорок пятом году как бы основан до начатой работы вот сорок шестом году все было как-то оформлено вот и уже тогда увидите вот эту градостроительную ось так называемую аллею славы аллею героев где располагаются все люди положившие жизнь до отечеству герой союза союза летчики испытатели ученые ядерщики физики вот и вот на этой осевой линии и должно было завершать на тот момент еще овальный стадион непонятно наверное все таки открытого типа да вот судя по концепции больше свойственно открытого типа а теперь давайте перенесемся на 30 лет и вот это уже генеральный план 73 года до обстоятельства и вот здесь совершенно уже в оригинальном виде с уже оформленном таком почти правильным существует уже на своем историческом месте это здание то есть она уже в общем-то встала на место вот эта фотография 1987 года сделанная видимо с вершины гостиницы россия с его кровли судя по вот ракурсу и мы видим здесь вот цель да и вот кстати как можно вот это здание вы меня в двух словах извините а теперь предыстория мы не говорим что про случилось но наверно многие знают да вы знаете что у нас с вами скоро должен стоять этот как чемпионат мира по хоккею да да и вот в рамках этого чемпионата мира эта площадка не отвечает современным древние ей не хватает вы только представьте себе вот насколько примитивно и ну условно выдуманная причина снести это здание 5000 мест то есть вместимость этой арены них недостаточно для проведения соревнований такого класса на 5 ты сейчас там по-моему я могу ошибиться 25 нет или 30 она до 30 или 35 то есть 5 20 процентов вместимости недостаточно это повод снести это здание полностью под ноль и построить рядом новую арену ска из современных конструкций резины пластика силикона сэндвич панелей всего самого дешевого что продается да и закрыть эту проблему повысить вместимость вот а здесь построить как всегда элитные жилые комплексы а что же здесь может быть ведь московский проспект это же новая такая новый центр сейчас зеленый близко до дороги все совершенно структуру поменялось вот 25-30 лет назад московский живу на московском это живу на окраине сейчас это живу почти в центре друзья до сайте насколько город вырос насколько поменялся вообще статус мест и в сайт теперь насколько это значит лакомый вообще говоря кусочек вот это все если там какие-то сотни тысяч там квадратных метров миллионы квадратных метров там будут возведены в сайте да но но для этого они должны уничтожить наш с вами памятник архитектуры вот наш любимый с как а и вот сейчас друзья вы увидите как люди вышли на защиту этого здания вот кстати очень хороша видна мембрана да вот это вот одна пояс мембрана я не нет значит друзья я сделал опрос я вам честно скажу я в день вот этого митинга просто ради и любопытства сделал опрос по десяти критериям вот то есть сделал опрос где с десятью ответами до чтобы люди выразили свою волю по поводу ну вероятного одну сноса этого здания своего искреннего отношения что для них это здание да я вам скажу что значит четыре процента людей а проголосовала более 500 человек на данный момент четыре процента из них хоть а это кто эти люди это люди извините это это студенты архитекторы это архитектор это искусство и ну то есть это люди вот моего окружения друзья товарищи вот четыре процента хотят чтобы это здание полностью уничтожили skype а скорее поскорей 42 процента считают что это важный памятник истории советской архитектуры его надо сохранить ну и в разные про и один человек из из 500 один уникальный человек я сделал такую революционную что я его ненавижу ну как то так вот в общем один человек из 500 просто ненавидит это здание считает его уродливым вот вроде удродующим образ петербурга но то что снести понятно он первым побежит праздновать этот снос поэтому друзья да это вот это действительно вот мы стоим на пороге вот другое сейчас вам покажу уже снесли там уже поздно а вот здесь люди еще вы еще успеете все вместе мы что-то сделать понимаете вот поэтому давайте посмотрим не будем терять время у нас очень мало впереди очень много всего давайте посмотрим значит я вам расскажу да сейчас я покажу три этюда первый это такой общий обзор как прошла небольшая акция организованная жительницей района прекрасной дамой потом будет ее интервью да вот и потом я кратенько как-то от себя расскажу историю этого сооружения в живую все это было 26 января в канун блокады и многие очень критично да такая вяло настроенная ленивая общественность очень была против того что давайте перенесем ну как у нас же завтра празднования блокады мы тут сапоги значит полируем а вы тут нам устраиваете какой-то митинг да нет же это же рано еще в общем давайте посмотрим как это было добрый день Добрый день, друзья! Сегодня проходит мероприятие флешмоб в защиту СКК под названием СКК «Наш». Много шума наделал проект потенциального демонтажа арены в связи с строительством новой ледовой арены СК. Люди этого не хотят. И с этим произошла вот такая встреча, так называемый флешмоб, чтобы выразить свою поддержку, чтобы сохранить это здание. И вот, несмотря на мороз в 11-12 градусов, в общем-то люди собрались и поддержали сохранение этого проекта. А теперь давайте послушаем интервью именно мадам Лопаткиной, которая это все организовала. Вот мы собрались на эту акцию. Конечно, полностью обнять не получилось. Погода такая, да и вообще на первый раз. Но больше ста человек пришло. Мы хотим защитить это здание. Шедевр инженерной мысли, как в общем все более-менее знают уже. И не дать его снести. И не дать застроить наши скверы многоэтажными домами. Вот и все. Люди пришли, выразили свое мнение. Молодцы. Лариса, а что для вас значит это здание, вот лично для вас? Для меня это кусок моей жизни. Мы вот здесь живем, в московском районе. Сначала жили с той стороны от парка, а здесь уже 20 лет с этой стороны. Мы тут гуляли, на роликах дочка училась кататься у меня здесь. Я сама тут катаюсь и на велосипеде. И потом здесь летом настоящий такой, как бы слегка дикий уголочек такой. Все цветет, прям красота. А стоял забор синий когда, здесь много лет. Там даже чибисы вывели детей. Вообще такой был заповедничек небольшой. Очень приятное место, спокойное. Вот. И мы хотим, чтобы было как дополнение парка Победы. Немножко его благоустроить для как раз каких-то активностей таких спортивных. Чтобы парк Победы разгрузить. Там, потому что уже не хватает места. Слишком большая застройка в районе, желаю. Спасибо, Лариса. Надеюсь, что все это получится. Да. До новых встреч. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот Ларисе удалось собрать по разным данным там более 200 человек и провести вот это событие. Ларису очень активно. К сожалению, не удалось ей сегодня приехать. И вот небольшое воспоминание об СКК. Удалось подойти поближе, милиция пропустила. Друзья, посмотрите, как крепится мембрана, да? Вот этот вот полет, да? Вот это ощущение, что конструкция вообще летит. Там, очевидно, высокопрочные канаты, и чтобы напряжение снять, они вот так вот перешли на более узкое сечение. Добрый день, друзья! Мы с вами оказались перед одним из крупнейших шедевров советской архитектуры конца 70-х годов. Это спортивно-концертный комплекс имени Владимировича Ленина. Здание было построено в 78-м, по разным данным, в 79-м году завершено. И коллективом очень талантливых инженеров, конструкторов Ленинградского зонального института экспериментального проектирования. Или Лензниеп, или Лензниепи в разное время. Невероятная доминанта на огромной территории, в несколько десятков гектар, завершает перспективу Аллеи Героев Парка Победы. Парк Победы, напомню, был разбит в 1945 году на месте самого большого массового захоронения в годы Великой Отечественной войны. И составляет, наверное, зеленые легкие вот этой части города, Московского района. И по оси завершающей ось симметрии, так сказать, парка расположено центрическое сооружение. Идеальный круг диаметром более 160 метров, перекрытая, друзья, тонкой мембраной из стали. Основные конструкции, как вы видите, выпнули из железобетона, массовое применение имитации бронзы моды тех лет. И массивное опорное кольцо, сжатое всесторонними опорными усилиями от конструкции покрытия. В целом, наверное, это завершение века такой космической советской архитектуры. И одна из крупнейших крытых спортивных арен не только Петербурга, но и бывшего СССР. С ней может поспорить разве что велотрек в Крылацком, где одна из сторон пролета еще большая, составляет 168 метров. Композицию также завершают скульптуры. К сожалению, сейчас не помню скульптора, но они добавляют шарма, живости и несколько разбавляют такую холодную, математическую, на первый взгляд, геометрию этого сооружения. В то же время, друзья, надо понимать, что, несмотря на то, что это объект, безусловно, современной архитектуры советского модернизма, его формы, ритмика, законы построения восходят в далекой древности. Можно увидеть здесь и, во-первых, глубокие традиции строительства древних цирков, восходящих еще к Риму и Древней Греции. Достаточно вспомнить знаменитый Колизей. Но и сам строй, и сама композиция абсолютно классическая. Это чистый идеальный ритм вертикалей с парящим вот таким визуально отрезанным опорным кольцом, который придает зданию легкость. Идут споры, друзья, да, нужно ли это здание людям, но, на мой взгляд, такие здания нужно не только сохранять, но и наделять их статусом памятников архитектуры, реставрировать и изменить отношение к ним. К сожалению, к архитектуре даже 50-х, 60-х годов до сих пор отношение как к чему-то вторичному, второсортному, отсталому, устаревшему, на что накладывается отношение к политике тех лет. Но политика, друзья, и ваше личное отношение к ней не связано прямую с качеством архитектуры, которая отражает эпоху. И потеряв ее, мы потеряем корни, истоки, и завтра рискуем, в общем-то, потерять культуру и историю России и СССР в целом. Поэтому, на мой взгляд, это здание, обладая колоссальным качеством архитектурной композиции, напомню, что оно спроектировано архитектором Барановым и талантливым инженерами Лензниепа, архитектором в годы войны, прошедшим колоссальное совершенное испытание временем. И это его уже один из поздних памятников, наряду с гостиницей Прибалтийская, в те же годы построен на Васильевском острове. Повторюсь, что это здание нужно сохранить не только потому, что оно просто есть, но и потому, что оно является ценнейшим объектом, памятником архитектуры своего времени. И нам, друзья, нужно сделать все от нас зависящее, чтобы своим мнением, в первую очередь, отношением, уважением попытаться сохранить его и донести до следующих поколений. Итак, друзья, СКК Петербургский спортивно-концертный комплекс имени Ленина. Сегодня 26 января прошла акция в его защиту, и мы с вами, надеюсь, сможем защитить его и передать дальше в века. СКК, до новых встреч! Вот, друзья, это, наверное, еще не все. Впереди еще несколько проектов, два проекта, причем один из которых нам, наверное, уже не спасти, вот, а второй еще вполне возможно. Вот несколько лет назад я нашел вот такую фотографию, где мы видим уже случившийся факт, это снос в 2012 году Багаузов рядом с Варшавским вокзалом, то есть слева от основных перронов на линии Варшавской улицы или Ново-Варшавской, которая была пробита сейчас, да, в связи с новым строительством жилых массивов до самого обмодного канала. Так вот, здесь существовали промышленные вот такие вот мастерские, Багаузы, еще вот из эпохи промышленных переворотов 19 века, там, конца 19 века, год я вам точно не скажу, вот, а вот это то, что случилось буквально, вот я в субботу или воскресенье, просто вот, понимаете, вот едешь мимо, и происходит вот преступление, его совершают просто на твоих глазах. Вот это идеальная композиция, вот как бы вы ни относили к сталинской архитектуре, но есть действительно по вот массам, да, по композиции, вот, вещи, которые ни в коем разе не повторяют. Есть такое отношение вот сейчас к архитекторам, неоклассикам, вот живущим, ныне живущим, да, со стороны тех, кто такой метод не практикует, что это просто опять вот то же самое, повторение. Друзья, ну как, как можно говорить о том, что архитекторы, что они используют те же язык классической архитектуры, да, но каждое строение, оно уникальное. Так же, как сказать, что, ну, в чем-то не разбираюсь, как вот есть анекдот, ковбою дарит книгу, а он говорит, а у меня уже есть книга. Не надо, зачем? Ну, это точно так же, да, то есть говорить, что неоклассицизм, там, 50-х, 30-х, 50-х годов, да, это, ну, еще одно, там, одно и то же, ничего нового. Ну, как так можно говорить? Это, можно сказать, человек, который на самом деле глубоко архитектурой не занимается, да, и видит только архитектуру узко в одном каком-то практическом таком ключе, да, или как минимум не интересуется историей. Поэтому, на мой взгляд, есть, безусловно, дело в том, что вот это здание, построенное в 55-м году, и по своей вот этой трехчасовой композиции повторяет классический въезд на завод, молокозавод страны Московского проспекта, спроекционированный Шерлеманем в 1821 году. То есть это был подлинный классицизм. Вот это такая неоклассическая аллюзия, это въезд со стороны обводного канала, друзья. И вот на где-то полчетвертого, полпятого субботу, субботу он уже был вот снесен вот настолько. Вот та часть полностью снесена, вот здесь вот частично снесена, да. Вот это вот то, что сейчас происходит, и остановить это уже невозможно. И вот мы получим вместо этого вот это, вот эту вот резиновую коммерческую архитектуру, которая, ну, будет хорошо продаваться. Нет, те, кто там уже купил квартиру, они обидятся, скажут, что я не прав, что тут же хорошие будут уютные квартиры, мы тут будем все вместе жить, и будет парк какой-нибудь, и садик, друзья. Но вот это уже не вернешь. Вот как бы его там не восстанавливали потом, да никто не будет это восстанавливать. Поэтому, друзья, вот завод Питмол, это вот то, что буквально сейчас только что скончалось, было просто убито. И сообщение всегда в интернете очень короткое. На его месте будет построен многоквартирный жилой дом, или жилой комплекс со встроенным помещением. Все так спокойно, так, знаете, в такой деловой, современной манере. Как будто это совершенно нормально. И вот эту новость я нашел среди таких обычных новостей, как то, что там кто-то спрыгнул с парашютом, там путешественники покоряют Эверест, ну и между делом снесли вот в центре города завод Питмол. А что? Это же сталинская архитектура, друзья. И вот то, о чем мы говорили с вами в кино, это вот еще один момент, который я никогда не пойму, да? Я не могу понять, друзья, действительно, связь многих наших сограждан, да? И вот эта выборочность, вот эта вот рафинированная выборочность отношения к архитектуре с точки зрения отношения стереотипного, причем без разбора, такого книг по учебникам, там, 90-х годов, отношения к политикам, которые правили в это время, да? И вот я, друзья, сел буквально недельку назад, мы пили кофеек с виднейшими, с просвещеннейшими людьми, там и Алексей Овинников, главный дизайнер первой медленной фабрики, и Павел Сергеевич Кулаков вот прямо вот на его глазах сносили зенит, тоже человек из Купчина переживает. Вот, и вот они мне официально сказали, что в институте, в художественном вузе, не буду называть название, да, учат так, что сталинская архитектура является полным, вот, порождением идеологии, она тоталитарна, она подавляет личность, она так строилась, она построена плохими, злыми политиками, и поэтому она не может быть прекрасной, ее не нужно сохранять, в ней нет никакой ценности. Как же, это же порождение чудовищных, совершеннейших политических там убийц, и страшнейших вообще варваров, да, из какой-то стати ее еще наделять памятью архитектуры, да. Нет, никто, конечно, не будет там и на ней рисовать какие-то матные слова из них, нет. Но вот когда там вознесут меч там над каким-то памятником, даже там какого-то, какого-то популярным памятником, да, там все завоют прям, да, вот такое избирать надо. А вот что такое Питмол? Завод, молочко делают. Сейчас молочко там что? Не делают молочко. Не перестали же делать молочко, делают в другом месте, за город переслили. Отлично! Даже лучше городу никто даже не шелохнулся. Нету никакого резонанса в прессе. Питмол просто никто не заметил. Понимаете? Вот я бы сказал, что страшно не какое-то критическое, обоснованное, осмысленное отношение к каким-то конкретным памятникам. Самое страшное – это полное безразличие. Вот это вот абсолютное, вот такой вот остекленевший взгляд просвещеннейших наших соотечественных, да. Не людей, которые сейчас там копают траншеи, тянут провода, водят экскаваторы, да. А людей, архитекторов, дизайнеров, историков, людей, имеющих вообще образование, мнение, да, доступных, ну, как бы способных осмыслить, да, людей, вот действующих сейчас в свое время, в настоящее, да. И безразличие к этой архитектуре, она делает свое дело, да. То есть это уничтожается, то есть уничтожаются, вот, на мой взгляд, памятники, архитектуры, вот так, каждый день. Представляете, вот, и оно подступает к нам, да. Еще несколько лет это были вот, вот в случае Шуха, это было что-то, ой, какой кошмар, да. А вот сейчас прошло пять лет, это каждый год. И это с каждым годом все ускоряется. То есть этот процесс, он становится нормальным, потому что мы, ну, относимся лояльно к этому. Ну, вот что, мы здесь встретились сейчас, поговорили немножко, и пойдем сейчас пить чай, кофе, скажем соседям, ну, и все. А тихонечко подписываются документы, память не является... Вот если это не является памятью, все, понимаете? То есть, и большинство, смотрите, сооружений советского неоклассицизма 50-х годов, и 90% памятников 60-х, тем более 70, они не являются памятниками архитектуры. Понимаете, просто не входят в реестр, так? Я вам больше скажу, вот я сейчас пишу книгу, вот писал, ну, 6 лет, вот, может, через год-два ее издадут. Ну, вот здесь треть этой книги, основа к своему высот здания, это, в общем-то, история, ну, вот, вопроса, то есть высотного строительства в Америке, в Москве, в Ленинграде, на Западе, треть книги. Слушайте, я был поражен, я понял, что шедевры там на уровне Чернихова, водонапорная его башня, да, многие вещи, которые, ну, просто уже, ну, их нельзя, там, кинотеатр «Дружба», да, такие, эти золотые иконы эпохи, они буквально только недавно и выборочно стали памятниками архитектуры. Да, вот, откройте сайт City Walls, да, там у 10% зданий, дай бог, есть маленькая приписка, там, в 2007-м, 2009-м, 2015-м году стал памятникам архитектуры. А остальное, и понимаете, какая у нас ситуация, что все, что памятник архитектуры не является, ничего его не сохранит. Потому что этот вопрос решается в течение, там, нескольких месяцев о сносе, да, а вопрос о включении в реестр памятников, там, длится в разы больше, да, он рассматривается, там, раз в год, и это еще не с первого раза, то есть 40 лет, вот мне Александр буквально писал, что 40 лет, а СКК-то еще не 40 лет, ему 40 лет будет осенью, вы представляете, а его могут снести уже летом. То есть вот это вот колоссальная пропасть между тем, что мы живем вроде бы в прекрасном городе ЮНЕСКО, да, но наша архитектура ничем не защищена, нашими законами она не защищена. Поэтому, друзья, вот это вот, ну вот, страшное открытие, которое я каждый день для себя делаю, и я просто делюсь с вами, вот, то, что меня действительно приводит в ужас. Друзья, ну не все так плохо. Я хочу вам в заключение показать совсем другую историю, которую мы прожили вот с Кириллом Владимировичем Яковлевым вдвоем, и эта история еще может закончиться хорошо. И вот, вы знаете, я вам скажу, что это уникальный опыт, который показывает, что можно, ну вот горстка людей может изменить отношение к памятнику, который находился на грани вообще уничтожения. Расскажу короткую историю и покажу фильм. Фильм, правда, немножко веселый, он совершенно не подходит к нашему траурному такому заседанию. Вот, наверное, благодаря вот этому человеку один из памятников классической архитектуры будет сохранен. Мы с Кириллом Владимировичем еще в году в 15-14 заканчивали проектирование храма в Наговно в Городской области, и как-то сидя на скамеечке, там ожидая обеда, монастырский обед там дают строителям, вот, ожидая монастырский обед, значит, он сказал, что вот не поедем ли мы в Торжок, да, в русский святой город Торжок, и выбрать место для памятника архитектуру Львову. Архитектор Львов очень интересный человек, да, это дипломат Екатерины Второй, вот его портреты, целый текст о нем, вот, дипломат Екатерина Второй, для которого хобби, архитектура вообще была изначально хобби, то есть этот человек, обладавший уникальным языковым потенциалом, знал пять языков в конце 18 века, он ездил, Екатерина Вторая посылала вот Львова вот туда, в такие горячие точки, где дальше или война, или Львов, вот это все разрулить, то есть он был тонким, таким интеллигентным, очень мягким человек, который вот, как бы, умел вот всех помирить, вот, потрясающе обладал интеллектом, юмором, уважением к любому, к самому страшному врагу, он выказывал такое колоссальное уважение там, и так все разрулил, это невероятный человек, и вот благодаря своим уникальным качествам дипломата, да, он вот имел и свободное время, и свободные деньги, чтобы заниматься творчеством, любимым делом, и архитектура для него вот с позиции изначально, она была хобби, хобби, да, но Львов стал и вошел в историю как один из, он не был там придворным архитектором, но, тем не менее, он вошел в историю как один из таких вот очень стильных, утонченных классиков, да, последний, третий, восемнадцатого века. Так вот, Львов, друзья, построил первый свой проект Львова, это был храм в Могилеве, вот, вот эти вот репродукции изначально, это на самом деле храм в Могилеве, это его первый проект, вот, и храм этот уничтожен, он не существует, от него остались репродукции, фасады, отмывки, обмеры, картинки, даже в интернете можно найти, вот. Но что произошло уникально? Перед смертью, а скончался он вот в 1804 году, интересно, что профессор Путятин, вот, профессор Махи, потрясающий человек, автор десятков книг, ведущий знаток Львова и Палладио вообще в России, крупнейшая величина, публикуется и в Италии, и постоянно, и реставрирует клавесины, коллекции там этих, он спасает из помоек, со свалок, какие-то в Москве, какие-то клавесины там валяются, 18 века иногда, это вообще какое-то безумие, и он их, значит, притаскивает, реставрирует и играет на них. Вот, у него тоже есть хобби. Так вот, и вот историк Илья Евгеньевич Путятин показал нам торжок, и все совершенно не предвещал никаких, пока мы не доехали вот до этой церкви как раз, вот до этой церкви, друзья, и как только мы ее увидели, там, прямо там возникла идея и приехать туда еще раз, обмерить ее и сделать проект ее воссоздания. Ну, по сути, не воссоздание, по сути, легкой реставрацией. Мы почитали, послушали, Путятин следит, у него все львовские памятники наперечет, он все за ними знает, там, чего как. И вот он нам говорит, что этот паник никогда не реставрировался. То есть, это, представляете, это вот 215 лет. Вот здание, как оно стоит, так и стоит. Больше того, когда мы представили проект в доме архитектора, через год, к нам приехали две дамы, две сестры, Марина и Светлана, две сестры, прямо сестры вылитые, как близнецы, которые жили в этом Переслегино. То есть, они к нам оттуда приехали, они узнали храм в интернете, ВКонтакте увидели проект и приехали к нам. Вот. И они нам сказали, что в их еще молодости, ну, они и сейчас молодые, детстве, он функционировал и был полностью вообще в ажуре. То есть, то, что с ним случилось, вот это полное завиание, оно случилось там за последние 20, 30 лет. Вот за 20-30 лет он пришел, как бы, нет отопления, нет ухода, все. Архитектура, вот 20-30 лет, она приходит вот в такое руинированное состояние. Причем мы это наблюдали на многих памятниках. Усадьба этого, сейчас, как его, Врунгеля, Врангеля, усадьба Врангеля, то же самое. В советское время была приходской, вернее, школой, там, школой, школой. И в 90-х годах все рухнуло, школа оттуда съехала, все, за 30 лет, сколько с 91-го года, да, 30 лет, примерно, все полностью хуже этого, нет ничего, руины, вот так. То есть, природа разрушает мгновенно, если нет ухода. И что потом произошло? Ну, вот это вот, это другая лекция совсем. Да, вот потом возникла вот идея сделать этот проект и снять фильм, снять фильм о работе над этим проектом, о путешествиях. Дело в том, что второй раз, Кирилл Адич, страстный автолюбитель, мы решили поехать на его коллекционной машине Победа, вот полностью погрузиться в торжок, что вот так по колено в грязи в этой Победе, значит, вот, обмерить храм, был октябрь, все жиже, все раскисло, идеальный выбор. Вот, машина очень проходимая, вообще на уровне внедорожников самых проходимых, огромный дорожный просвет, и вот если бы не эта машина, мы бы туда никогда не доехали. Вот, храм этот, соответственно, ему как раз было 215 лет, мы решили вот 215 юбилею сделать этот проект. В августе с Путятином мы его осмотрели, 10 октября мы командой из 4-5 человек обмерили его за 6 часов, за 6 часов с помощью электронных рулеток и ручных средств измерений, кроки, там, все с помощью геометрических построений, там, на основе Пифагора, все это построили, сняли высоты, дальность, углы, и в общем-то, и только с ноября мы начали работу, и вот за зиму группа из волонтеров, где-то задействована было человек 7-8, мы перевели кроки, то есть абмиры, да, первичные эскизы, в автокад, да, на ЭВМ все это положили, и уже в марте его, а Кирилович все отмывает, у него только отмывка, ручная графика, вот как, кстати, выглядел вот этот вот памятник, вот, ну, раньше, сейчас он уже лучше даже, я вам сейчас расскажу, что потом произошло, так вот, и вот где-то дважды в Ленинграде, в Москве, пристали вот такой проект, и что произошло, очень интересное совпадение, что в день этого, в Москве, в Петербурге, у нас ничего такое не происходит, в Москве, там вечером, тихонько зашел один человек, секретаршей, вот, и вот, где-то через 2-3 года, этот человек, поучаствовал в том, чтобы защитить этот храм, то есть сделать укрытие, консервацию, остановить намокание стен, укрыть памятник, там, ну, сделать временную деревянную кровлю, потому что кровли не было центрально, вы сейчас в фильме все увидите, вот, и вот, как это ни странно, вот, выставка, такая, вроде бы, легкое, молодежное, такое мероприятие, оно привлекло внимание людей, главное, друзья, что произошло? Произошла ревность, вот, банальная, такой порог, как ревность, ревность того, что мы, ленинградцы, из Питера, через 500 километров, у нас волосатая лапа дотянулась до этого храма, а у них там, из Москвы, 300 километров, там, копейки тверь, что там, пара часов на быстрой машине, они не могут вот выпрыгнуть из штанов и что-то сделать, и туда стали приезжать фермеры, фермеры косить траву сначала, да, а потом через какое-то время уже возникли деньги, чтобы укрыть, сейчас там все как-то временно законсервировано, то есть, в общем-то, вот эта вся акция, она имела хотя бы первичный эффект, и сейчас уже идут разговоры о том, чтобы сделать проект полный, и отреставрировать этот храм, и воссоздать его полностью, ну вот, не знаю, Кирилл Айчич сейчас уехал, видите, он сегодня не пришел, но он больше знает, вы у него спросите, как там пошло, дело не пошло, вот, скажу, что это последний предсмертный проект Николая Александровича Львова, который завершил его жизненный путь, да, он является повторением его самого первого Могилевского храма, то лишает, что вот здесь появились вот эти две фасадные башни, да, храм кораблем, там три зала, потрясающий купол, удивительные инновации, друзья, опять, русская инженерная мысль не останавливается, я насчитал там как минимум три инновации уникальных, уникальных, одну я забыл, сейчас две скажу, вот этот купол, друзья, купол, он в его, он двухслойный, но это не ново, ново, как он освещен, он световые проемы истинные сделал за вот этими вещами, да, то есть он сдвинул по фазе на величину градусов, каждого вот этого сегмента истинное окно, и он получил вот такой отраженный свет, и вот в этих, вот в этих арчиках, друзья, было 12 апостолов, и они были освещены отраженным светом, да, очень свежее такое воздушное решение, там даже кое-где оригинальные росписи, мы нашли, нашли их, никто не трогал, вот, второе, друзья, в капителях у него лежат стальные пластины от разрыва, то есть у него уже тогда, посмотрите, в 800 году, он уже понимал эффект Пуассона, как дипломат, он понимал, да, что от сжатия у него идет растяжение, поперечный уровень, и у него там лежат кованые такие брутальные пластины, вот, в капителях идет армирование, да, что меня, в общем-то, очень порадовало, да, и была еще какая-то третья деталь, которая тоже поразила глубины дыши, но я забыл, я потом вспомню, вам скажу, вот, и вот в Москве, вот сейчас я покажу фильм, в Москве, вот, это студенты Мархи, они изучали все это, они тоже все музыканты, поют, танцуют, пляшут, играют на музыкальном инструменте, Путятин там всех заставил играть на этих роялях, клавесинах, в общем, там такая музыка у них, вот, но самое интересное, конечно, что вот этот эффект все-таки был, и давайте в заключение, в качестве такого все-таки, ну, небольшого, да, мажорного такого, концовки, давайте посмотрим легкий фильм, который мы сняли, об этих экспедициях. И, конечно же, цель, да, Кирилл Владимирович, это показать храм на одной из ближайших артитурных выставок. Не боюсь высоты любой доберусь, «Я до неба», говорят, «Там живет любовь», «Только там никто еще не был», «А любовь всегда бывает первою» «Другой любит поздно темной нежною» «Не издавляйте темп, пожалуйста!» «Я запхарю». «Я такое впечатление, что мы опустились по колено, по пояс, русские топи, хлябьи и заглатываем то, что Россия дарит нам огромными глотками». Стоит эскизный проект, расшифровка кроков, расшифровка обмеров. Помнившись и впечатившись, да, творчество уникального альбома, мы приступили к созданию самого проекта. «Я надпула сладу, не стою через лети, но Кирилл Ильич, вы рады?» «Очень рады!» «Ура!» «Посмотрите!» «А такие здесь быки щедрые коровы, дающие огромное молоко своими теплыми частями тела». «Скорролик» «На-а-а-а-а-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Как и музыка, искусство, прежде всего, обращенное к эмоциям. Это искусство, способное формировать настроение. Конечно, меня поражает вся эта архитектура, очень древняя, очень красивая. Но жалко, что памятники не реставрируются и в таком плачевном, руинированном каком-то состоянии находятся. Я вообще мог увлекаться и заниматься владелец этого дома, чтобы использовать его во всем своем великолепии возможностей, пространства и масштаба. И возникает одно – только спорт, друзья, движение. Кирилл Владимирович, напоследок, передайте нам ваши последние переживания. Такая красота не может быть пленной. Она вечна. Спасибо, Кирилл Владимирович. Мне кажется, что это исчерпывающие лаконичные слова, которые, можно сказать, глядя на этот бриллиант русского классицизма. Все, друзья, спасибо большое на этой оптимистической ноте. Позволю себе закончить. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, спасибо. Спасибо. Спасибо.